Девушки отдыхают 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 Недавно сюда завезли стройматериалы. Это брусы и доски. Что ж, самое время, смеются жители. Такого затяжного ремонта говорят, в городе нет нигде. Подрядчики побили все рекорды. Впрочем, в самой компании спокойно соглашаются. Да, затянули. Вот только руководство запуталось в причинах. Я вам сказал, потому что специально меня открывали. Если открывали и затопили, было бы еще хуже, чем сейчас она есть. Правильно? Согласитесь со мной, пожалуйста. То есть вам помешала погода? Конечно, погода обещает всему. Не только мне. Погода обещает всему. Я не считаю, что погода может быть... Вот сегодняшняя погода может быть причиной неработы. Лучше погоды, наверное, сейчас не придумаешь. Основная причина – это проблема с финансами, правильно? Да, это проблема с финансами. Несмотря на то, что по контракту работы идут уже девятый месяц, в фонде капремонта по-прежнему считают, что контролируют подрядчика. И менять его нецелесообразно. Проще исключить его из реестра добросовестных, что и будет сделано. Штрафные санкции в обязательном порядке. И причем они очень немаленькие по данному дому. Давайте уже считать, что с конца июля месяца и август, сентябрь, октябрь. Суммы штрафов останутся на счету дома. Подрядчику просроченные работы не оплатят. Вот такой подарок, сами того не желая, строители сделали жильцам на Новый год. Ведь ремонт обещают закончить к концу декабря. Ольга Хохлова, Вячеслав Казаков, Михаил Ткачук. Афонтова новости. И по итогам 2017 года фонд капитального ремонта выставил подрядчикам штрафы более чем на 15 миллионов рублей. Самые частые нарушения. Срыв сроков капремонта, подтопление квартиры из-за неправильной организации работ, нарушение правил промышленной, пожарной безопасности и даже за отсутствие фотоотчетов с объектом. В свою очередь подрядчики жалуются на кадровый и финансовый дефицит. Всего по краю в этом году надеются отремонтировать 300 домов. Столько же в планах на следующий год. И капитальный ремонт домов уже не раз оказывался в центре скандалов. Так работы зимой обернулись для жителей верхних этажей на улице Свердловской и на Волгоградской потопом. Сейчас люди пытаются добиться возмещения ущерба, чтобы компенсировать затраты на ремонт квартиры и покупку новой мебели. Были случаи, когда подрядчики бросали работу вовсе и жителям приходилось искать новые бригады. И тему капитального ремонта продолжим обсуждать во второй части выпуска с нашим гостем, председателем комиссии по строительству и ЖКХ Краевого парламента. И к другим темам. Проспект Мира будет доводить до ума другая компания. С прежним подрядчиком компания «Спецпромпроект» администрация города расторгла договор. Как объяснили в управлении дорог и благоустройства по контракту, все работы подрядчик должен был завершить 31 октября. Договор действовал до конца года, поэтому у компании еще была возможность завершить работы. Однако строители этого не сделали. Всего фирма за проделанную работу получила 53 миллиона рублей. Еще больше 114 неосвоенных миллионов рублей теперь вернутся в городской бюджет. А работы, которые подрядно организация не оселила, будут законсервированы до следующего года. Это работы по устройству наружного освещения. Опоры, к сожалению, так в город и не подошли. Это работы по установке дорожно-знаковой информации. Это работы по нанесению дорожной разметки. Это работы по установке светофорных объектов. Количество 199 штук. На сегодняшний день пока будут стоять те, которые сейчас стоят по проспекту Мира. На следующий год, я думаю, что город изыщет возможности выделить денежные средства для окончания работ, которые были предусмотрены в рамках этого контракта. Власти смогут влиять на политику ресурсников и крупнейших коммунальных компаний в городе. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Александр Ус и владелец компании СГК Андрея Мельниченко договорились о сотрудничестве. Город и край получат право вето при принятии любых стратегических решений в компании Краском. Она, напомню, занимается водоснабжением, канализацией, содержит трубопроводы и котельные. Также Мельниченко обещает в середине следующего года начать строить 200-метровую трубу для отвода выбросов на ТЭЦ-1. Это позволит увеличить площадь рассеивания газов и, как следствие, концентрации бредных веществ на территории города. Ус уверен, что сложный период в отношениях СГК и Крыловой власти преодолен. В последние где-то полтора-два года наметились кое-какие напряжения и противоречия, связанные с приходом, во-первых, компании в такую чувствительную сферу, как жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь многое очень непросто. Ну и, как мне кажется, с излишней, так скажем, политической ретивостью отдельных менеджеров, скажем так, которые попытались там давить на власть, на красноярцев. Это абсолютно бесперспективный путь. Андрей Мельниченко прибыл в Край по приглашению УСА. Он, напомню, владеет в Край компаниями СУЭК, СГК, Краском, Жилфонд и другими. Его состояние журнал Forbes оценивает в 13 миллиардов 600 миллионов долларов. Бизнесмен говорит, что сегодня он получил гарантию возврата инвестиций, которые планируется направить на модернизацию своих компаний в Край. Решение таких задач требует инвестиций. Возможность представления инвестиций требует гарантии их возврата. Мне кажется, что мы нашли с губернатором Края понимание, как мы можем в этом направлении двигаться. Развивается законодательная база в нашей стране. Есть ощущение, что нам удастся выйти на долгосрочные договоренности, как минимум 10-летние, которые позволят не устраивать каждый год дискуссию на одни и те же темы. Владельцам сильно отщадящих легковушек могут запретить приезжать в центр города, а частный сектор планируют перевести на центральное отопление. Такие меры по улучшению городского воздуха озвучили сегодня на экологическом штабе. Список мероприятий подготовили в профильном министерстве. И если вышеперечисленные предложения маловероятны, то к остальным можно отнестись серьезнее. В первую очередь Краевое министерство будет работать с крупными промышленными предприятиями. Например, Русал сократит выбросы на 2500 тонн, а на ТЭЦ-1 установят электрофильтр. На всех предприятиях пересмотрят нормы по предельно допустимым выбросам. Бизнесменам запретят устанавливать угольные котельные без очистных фильтров. Это касается и крупных котельных, и небольших отопительных систем. Также в планах закрыть 6 малых котельных краском, а в течение трех лет закрыть еще 15 аналогичных. Ну и, конечно, озеленение. В 2018 году город хотят окружить зеленым щитом из парков и лесов. Чтобы понять, как улучшается городская атмосфера, закупят еще одну передвижную лабораторию и установят еще один стационарный пост. Будем в период НМУ в течение, там, через каждые 4 часа делать замеры воздуха. И таким образом мы будем смотреть извне, не заходя на предприятие, а извне. Те меры, которые предпринимают предприниматели, достаточно для того, чтобы на территории города реально снижалась экологическая нагрузка. На публичных слушаниях сегодня одобрили проект бюджета Красноярска на следующий год. Впервые за многие годы он будет бездефицитный. Но доходов будет по плану меньше примерно на 2 миллиарда, чем в этом году. Это основные показатели бюджета 2018. Доходы и расходы равны и составляют 28 миллиардов 200 миллионов рублей. Дефицит нулевой. Это и хорошо, и плохо. Финансисты говорят, что город и рад бы жить в долг. Но долгов набежало и так много, больше 12 миллиардов. А теперь давайте разберемся, куда в следующем году администрация города будет тратить бюджетные деньги. Здесь два приоритета. 13 миллиардов рублей пойдет на образование. Это школы, детские сады, зарплаты учителей. Второе по значимости направление – это ЖКХ и дороги. Более 4 миллиардов рублей. Другие бюджетные программы существенно уступают по объему. Например, на культуру потратят 1 миллиард с небольшим. На социальную поддержку – 1 миллиард 200 миллионов. Важна тема дороги. На ремонт и строительство направят 1 миллиард 726 миллионов рублей. Это позволит достроить Волочаевскую с выходом на Копылова. Отремонтировать 54 километра магистрали, в том числе улицу Ленина. В планах поставить два пешеходных перехода у арены Северы и у новой ледовой арены на партизана Железника. Но уже сейчас ясно, что бюджета на все не хватит. Мэр Еремин призывает бизнесменов поучаствовать в развитии города на условиях частного государственного партнерства. Не в ущерб тем предприятиям, организациям, учреждениям, которые входят в реализацию данных проектов. Это должно быть обоюдо выгодное, двухстороннее движение в этом направлении. Главная проблема бюджета на 2018 год – это то, что он уже устарел. Разрабатывали его при прошлом мэрии, но он пришел новый и приоритеты изменились. Например, уже сейчас понятно, что к универсиаде нужно провести реновацию территории в Николаевке. На месте снесенных домов необходимо посадить деревья, устроить газоны, дорожки. В отличие от Москвы, у нас денег на реновацию нет. Первый зам мэра Владислав Логинов заявил, что нужно 400 миллионов на закупку специализированной уборочной техники. В том числе на вакуумные пылесосы для уборки улиц. Еще 50 миллионов необходимо на химические реагенты, которые должны заменить песок и соль на зимних улицах. Но денег на это не предусмотрено. Мы изучили опыт крупных российских городов и видим, что для решения этих вопросов вместо песка и песчаную соленую смесь применяются современные реагенты. Учитывая этот опыт, нам важно приобрести экологически безопасные реагенты. Это порядка физически миллионов рублей для того, чтобы город в лично-залужной излече обрабатывалось правильно. Красноярка решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Ее зовут Лариса Ринар-Богданова. Она предприниматель, общественный деятель, психолог, писатель и создатель Центра личностного роста. Как рассказала сама Ринара, она идет на выборы с программой «Право на счастье». Вот такое обращение она разместила на своей страничке в соцсетях. В ближайшие дни она планирует подготовить со своим штабом необходимые документы для выдвижения, после чего команда будет собирать подписи. Ринар рассчитывает на 10% голосов избирателей. Напомню, намерение участвовать в президентских выборах в марте следующего года за последний месяц уже завели и Ксения Собчак, и Екатерина Гордона, и еще 20 человек. И к другим темам. Дальнобойщик, о котором застрял под четвертым мостом неделю назад, сегодня освободили. Подрядчик пригнал кран, машину разгрузили и потом отремонтировали. Теперь водитель может вернуться домой. Новости Афонтова рассказывали историю дальнобойщика Александра Струговцова. Он вез груз из Богатола в Красноярск, но трал сломался за 200 метров до пункта назначения. Заказчик пробовал разгрузить машину прямо на дороге, но работать крану мешали провода. Машина сломалась в неудачном месте с одной стороны пути, с другой бревна. В итоге мужчина прожил в кабине грузовика почти полторы недели, пока его не спасли. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, сразу после расскажем о новых детских постановках ТЮЗа. Не переключайтесь. Такого на взлетке никогда не было и больше не будет. По-скандинавски теплые дома от Арбан и органический ландшафт на всей территории микрорайона. Скандис. Природные дворы на взлетке. Новогоднее предложение в магазине Альдо. При покупке системного блока, телевизора или моноблока, источник бесперебойного питания APC со скидкой 20%. Защити свою технику. AldoShop.ru. Магазин выгодных покупок. Супермагазин бытовой техники от Видео 2000 предлагает гигантский выбор бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. У нас есть все. Наш ассортимент вас удивит. Все по низким ценам. Северный, Шумятского, 1. Телефон 266-79-79. Рыбное хозяйство Елисей. Выращивают речную радужную форель и реализуют ее в розницу и оптом. В хозяйстве регулярно проводят экспертизы и лабораторные исследования рыб. Еще Елисей занимается розничной торговлей карпа. Сама стерлядки и осетра. Елисей. Рядом с березовкой. Ориентируйтесь по указателям. 27 по-скандинавски продуманных планировок и возможность выбрать свой вариант даже среди квартир одной и той же площади. Эркер или панорамное окно в пол будут в каждой квартире. Скандис. Природные дворы на взлетке. И мы возвращаемся к теме капитального ремонта домов. У нас в студии уже появился гость. Председатель комиссии по строительству ЖКХ Краевого парламента Алексей Кулеш. Алексей Викторович, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как только заработала вот эта новая система, фонд капитального ремонта, у всех очень было много споров насчет того, нужно платить, не нужно. Кто-то бойкотировал, вообще не платил. Потом напугались, что будут забирать квартиры. Все начали вроде бы платить. Сейчас, уже прошло два года, система, она как-то изменилась. Что сейчас происходит с этими отчислениями? Все-таки люди платят, не платят. И платят лесоходы или все-таки потому, что надо? Люди стали платить существенно больше. Сейчас средняя собираемость уже, по-моему, 84-85, где-то 86%. Этого, конечно, недостаточно. Но в целом я могу сказать, что система заработала и работает она не очень хорошо. Меня лично не устраивает то, как работает система капитального ремонта. А что лично не устраивает? Не устраивает расчеты финансирования этих работ. В результате чего работы получаются слишком дешевыми. И в эту систему в Красноярском крае не идут подрядчики. Или идут, работы останавливают. Из-за этого задержки, затопленные крыши и потолки. Это следствие неправильного изначального расчета стоимости ремонтов. А кто это делает? Изначально расчеты делало Министерство строительства ЖКХ. Вполне возможно, что на тот момент они были совершенно объективно правильными. Но поскольку взнос на капитальный ремонт растет всего лишь, такая кривая, представьте, растет на уровень инфляции, а стоимость работ и стройматериалов растет существенно больше, то разрыв между тарифом и необходимой стоимостью ремонта, он возрастает. К сожалению, с 2014 года, с тех пор, как система заработала, этот тариф увеличился. И сегодня мы видим, что за те деньги, которые мы собираем, мы фактически не можем обеспечить тот ремонт. Я полагаю, что в этом случае необходима система софинансирования из бюджета. И закон, который принимали депутаты Законодательного собрания, позволяет это делать. Вы говорите, что существенно занижена стоимость работы. Но все-таки подрядчик, он же знает, сколько ему заплатят за его работу. Мне кажется, все-таки здесь нужно работать, в том числе и с подрядчиками. Ну как, вам говорят, мы вам заплатим, допустим, 30 тысяч рублей. Они говорят, хорошо, а потом, знаете, а мы хотим 60. Но это тоже, мне кажется, какая-то манипуляция идет. Конечно, конечно. Здесь все пытаются схитрить. Подрядчик, падая на торгах на 10%, думает, ну ладно. Лишь бы выиграть. Ладно, на чем-нибудь сэкономлю. Потом его начинает стоять в такие рамки, что не позволяет ему ни на чем сэкономить, делая ровно по проекту. То есть подрядчик понимает, что он попадает в убытки, в конце концов бросает, например. Бывают такие случаи, и очень часто, когда проект применяют типовой, а при реализации проекта оказывается, что типовой проект не подходит, и необходимы дополнительные работы. Но фонд говорит подрядчику, слушай, ну мы же договорились с тобой, ты укладывайся в эти деньги, мы не можем тебе больше заплатить. И это тоже ситуация. А зачем тогда сейчас фонд капитального ремонта хватается за все дома? Не знаю, сколько их сейчас, 300, да, в плане стоять на этот год, и 300 в плане на следующий год. Может быть сделать, не знаю, 150 домов, но сделать, чтобы не было такой ситуации, как сейчас происходит, что дом стоит уже 9 месяцев без крыши, что люди затоплены. В этой ситуации как-то можно изменить? Фонд загнал себя в ловушку неспособности справиться с большим объемом. Такая, знаете, мультиагентная сеть получилась, когда домов много, подрядчиков много, а в фонде не очень много людей, и они физически не справляются. Мы не позволим увеличить количество работников в фонде, это очевидно. Мы хотели бы, наверное, чтобы они автоматизировали максимально свои процессы, и к этому, наверное, они все-таки придут. Но в этой ситуации справиться с таким количеством домов сотрудники фонда уже, очевидно, не в состоянии. Ну, то есть, получается, у нас пятилетку освоят за 3 года и все остальное. То есть мы не можем сократить количество? Мы не можем сократить, потому что план капитального ремонта принят на 30 лет, ему нужно соответствовать. Я боюсь, что этот план, по крайней мере, в ближайшие годы выполняться не будет без существенного пересмотра практики работы фонда. Раньше была совсем другая система, когда люди сами собирали на ремонт капитальный своих домов, они знали, что у них есть определенная сумма, они сами искали подрядчиков, ну и помогали, естественно, управляющих компаний, и вроде бы и жаловаться никуда не ходили, и все вроде бы было нормально. Сейчас к такой системе люди обращаются или нет? То, о чем вы говорите... Разочаровавшись вот в фонде капитального ремонта. Да, конечно, обращаются, это закон предусматривает. То, о чем вы говорите, раньше до системы капитального ремонта, это были единичные случаи, они точно не были массовыми. Сейчас закон позволяет переходить на специальный счет, когда жители дома сами собирают эти деньги, на специальный счет, сами выбирают подрядчика. Я председатель совета такого дома, у нас спецсчет, мы сами выполняем капитальный ремонт. То есть даже вы не доверяете фонду капитального ремонта? Наш счет находится под управлением фонда. Мы согласуем с ними документы, да, но подрядчика мы выбираем все-таки сами, и работу выбираем сами. Я считаю, что для нашего дома это эффективно. Если очень коротко, что ждать в следующем году? 300 домов, которые в этом году должны сделать, и в следующем году 300 домов сделают их или нет? Боюсь, что нет. Боюсь, что не сделают. Мы будем все-таки настаивать на кардинальном пересмотре методов работы фонда. Спасибо вам, что пришли. Мы продолжаем выпуск, и сейчас будем говорить о новых постановках ТЮЗа. Например, хоррор о Красной Шапочке или философской сказке о капле воды, которую готовят сейчас как раз-таки на сцене Театра юного зрителя. Публика увидит новые постановки 8 и 9 декабря, и подробнее об этом расскажет Клавдий Стельмахович. Красные Шапочки принимают как в рыцаре. Для маленькой девочки мамина беретка на макушке – это своего рода обряд инициации, а вся постановка – большое размышление о взрослении. Это уже не Шарль Перо, это пересказ старинной французской сказки драматургом Жуэлем Помра, которая по воле режиссера становится хоррором в стиле рок. Один образ волка чего стоит? Я думаю, что нет, он не особо отличается от традиционного волка. Ну, художник придумал такой образ, который вы сейчас видите у меня. Эти очки, красные глаза, капюшон. Ну, что-то будет современное, что-то будет из классического, что-то будет из каких-то фильмов. Спектакль будет идти на малой сцене. Ее пространство уже преобразили художники. Одними штрихами карандаша, создав сказочный лес. У нас очень красивое, интересное решение декораций. И Георгий Пашин, художник из Петербурга, такое решение, что у нас на сцене даже есть карусель действующая. И вообще сцена смотрится так неожиданно и по-новому, даже для артистов, которые постоянно здесь работают. То есть такое новое пространство. «Красная шапочка» – только часть нового проекта «Тюза». В него планируют собрать несколько сказок, которые режиссер называет философскими. Это истории про взросление, про умение бороться со страхами и любовь в широком смысле слова. Смотреть их можно в любом порядке. Вы знаете, мне кажется, что можно начинать с любой сказки смотреть. Как мы идем, мы идем сначала, мы делаем «Дзынь», потом «Красная шапочка», потом «Слон Хортон». Но они совершенно не связаны одна с другой и можно с любого места, как говорится. Это не в смысле сериал, у которого есть единый сюжет. И если ты не посмотришь первую серию, ты не поймешь вторую. Здесь такого нет. Премьера «Красной шапочки» в «Тюзе» намечена на 8 и 9 декабря. Правда, билетов в кассе уже почти не осталось. Клавдия Слимахович, Андрей Ткачука, Фонтова новости. А сейчас мы переходим к новостям спорта. О них подробнее расскажет мой коллега Антон Соркин. Главный тренер хоккейного «Енисея» Сергей Ломанов прокомментировал уход из команды Алана Джусоева. По словам специалиста, между ним и игроком не возникало никаких конфликтных ситуаций, как это ранее было озвучено в ряде СМИ. При этом наставник не скрывает, что относился к Джусоеву как к сыну, а его разрыв контракта с клубом связан исключительно по хоккейным причинам. У него, видимо, получилось так, что он чем-то был недоволен именно игрой. Что он не может принести столько пользы, сколько он может это сделать. Я знаю, он недоволен еще тем, что он играет немного в другой хоккей. Он хочет играть немного в другой хоккей. Любой хоккеист должен подчинить себя команде. Талант, видимо, пока еще себе не разобрался. Женская команда волейбольного «Енисея» продолжает победную подступь. Накануне подопечные Сергея Голотова не без труда одолели одного из лидеров чемпионата за речи Одинцова. Игра хоть и завершилась с использованием минимального количества партий, но в каждом из сетов хозяйкам пришлось выкладываться по максимуму. Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск большой спортивной программы. В Красноярске продолжаются экскурсии по объектам универсиады. На этот раз горожанам показали кластер «Сопка» и «Академию биатлона». Съемочная группа Афонтова увидела все своими глазами. В одном месте мы можем проводить на сегодняшний день соревнования на одной горе. И для сноубордистов, и для фристайлистов. То есть такого комплекса, где в одном месте две дисциплины соперничающиеся и дружащие друг с другом собраны, в России не существует. Возвращение капитана. Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Михаил Юрьев не намерен отказываться от лидера Енисея Сергея Ломанова. Игрок пропустит турнир четырех наций, но будет готовиться к Кубку мира. Мы разговаривали с Михаил Юрьевичем. Поговорили. У нас хорошее отношение. Мы с ним выиграли два чемпионата мира. Он мне позвонил. Мы с ним хорошо, честно пообщались. Я высказал свои пожелания, что хочу восстановиться. В спорте они соперники, но в жизни как братья. Дмитрий Силаев и Виталий Лалитин возобновили тренировки после золотого тура. Напоследок вы увидите в деле двух сильнейших армрестлеров России. Все самое интересное не пропустите сегодня в 21 час 30 минут в большой спортивной программе. Антон Соркин, Михаил Ткачук, Афонтова новости. На этом все. Свои новости сообщайте нам по номеру 285-14-14. Фото и видео присылайте с помощью мессенджеров, вайбер, ватсап или телеграм по номеру 8953-585-14-14. Также пишите нам в социальных сетях, в фейсбуке и вконтакте. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Снежный барс. Праздничные скидки. Мам, а мне понравилось лечить зубки. Понравилось? Еще пойдем. Тебе подарок там дадут и скидку на семью получим. А как же папу к соматологу приучим? Ему весомый нужен аргумент, чтобы добавить рвение. Скажи ему, эстетика зубов важна для имиджа и для общения? Семейная стоматология Excellent Dent. Профессиональное лечение зубов для всей семьи. Капитанская 6, Южный берег. Телефон 206-11-40. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста. Вам более 21 года и ваш возраст делится на 3? Пройдите бесплатно диспансеризацию в своей поликлинике. Медицинская страховая организация «Надежда». Ресторан «Максимилианс» представляет. 13 декабря. Макс Барский. Подробности по телефону 258-01-88. Телеканала «Фонтово» и радио «Комсомольская правда» представляют. Встречайте! Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин, Александр Белов. В новом вечернем ток-шоу выходного дня «Местное воскресное». Снежный Барс. Праздничные скидки. Тебе одну ложку сахара? Или две? Просыпаемся вместе. Каждый день. Утренний кофе. Сапонтово.